Итак, всем привет, с вами Дабгай, мы продолжаем играть за Республику Грифонов, если вы вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. А у нас же планируется тотальная оборона против Иперии Грифонов, тотальная война. Что я могу сказать пока что? У нас была линия вот такая вот, по всему фронту, но я как-то посмотрел на то, что у нас по одной-две дивизии на пробку, и понял, что нам нужно как-то отступить чуть-чуть на более выгодные позиции, и у нас для этого как раз они есть. Сейчас я тут посмотрел, порассуждал, прокладываю вот такую вот железную дорогу, потому что вот эту мы скорее всего потеряем, и перестраиваю авиабазу, потому что помните, я строил ее здесь, теперь строю ее здесь, мне сильно большой уровень не нужен, но покрывать этот регион, как и этот, мне хотелось бы истребителями. Потом, позже, когда мы заводим присутствующие воздухи, я думаю, мы будем строить и штурмовики, а так же, когда у нас будет достаточно опыта, то мы и механсии добавим, а пока что будем защищаться, чем есть. Есть не так много, но как есть. Поехали. И нам являет война, у нас еще две дивизии не успели дойти до фронта, по крайней мере до нашей вот этой вот линии, на которой я хотел бы воевать, но все остальное, да, вполне себе, и да, у меня здесь уже открылся немножко аэродром. Так что выставляем авиацию, здесь, конечно же, как вы можете видеть, мы прекрасно удерживаем линию фронта, это еще вот эти две дивизии, ну, надо как-то их куда-то вот сюда, я думаю, отправить, а там уже доедут. И сейчас начнется как раз-таки вот эта вот тотальная война превозмогания, и, блин, но статы, конечно, красивые, еще и опыта много, еще и госпитали помогают с опытом, но здесь, видите, есть, конечно, они обстрелянные, но потихоньку, наверное, они, я думаю, боевого опыта получат, и будет нормально. Здесь у нас в основном просто горные проходы. Бережем, и как бы, вроде как, должны очень хорошо за них сражаться. Центр здесь покрепче, потому что нету речки. Здесь есть речка, есть укрепление 1, она не дает так много, но все еще чуть-чуть бафы дает нам, как видите, плюс защиту дает, и дебафы дает врагам, так что отлично. И да, с врагом мы развениваемся в превосходном соотношении, наверное, единственное, я бы сюда отправился чуть-чуть побольше, наверное, даже еще одну сотенку сюда отправил бы, как-то вот так меня бы устроило. Дальше авиабазы не нужны, строим чисто военные заводы, и готовимся, готовимся, накапливаем ту самую мощь, чтобы потом контратаковать, потому что, конечно же, мы контратакуем, и мы обязательно победим, но пока что, вроде как, я не вижу никаких проблем, плюс, когда они уже подойдут к нашему фронту, они будут достаточно растянуты, особенно вот здесь. Я думаю, здесь у них будут проблемы со снабжением, у нас есть они, но у нас они такие умеренные, жить можно. Здесь не должно быть, в принципе, но у них, наверное, будут, посмотрим. Самое страшное, это, конечно же, танки, потому что противотанковой атаки у меня, ну, очень мало. У меня билд, конечно, как обычно, против пехоты, потому что боты, ну, пехоту и не используют. Но мы точно знаем, что у них есть танки, вот мы, в принципе, вот здесь вот этот один танк видим. Но, как мы видим, сильно большого урона они не наносят, нам нужны штурмовики. Я думаю, пришла пора их начать тоже строить. Пока что они еще без снабжения, поэтому все совсем прекрасно, но я чувствую, со временем у нас могут начаться проблемы. Надеюсь, что нет. Скорее всего, мне придется немножко вот здесь подсузить и вот отсюда перетянуть еще сюда поиска. Посмотрим. Пока что оставлюсь как есть, потому что у меня они укреплены. И очевидно, но это дает мне баф, и надо не двигать. Но может что-то поменять. А впрочем, с такой защитой получать урон сложновато, скажем так. А еще мы потихоньку избавляемся от вражеского воздуха. Уже враг имеет, видите, здесь вот минус 10% от преосудования воздуха. Это уже солидно. Потом будет больше, и потом будут штурмовики. Прелесть. Экс-фер, я могу еще нажать облигации, я их нажму. Вторая революция. Это, видимо, про войну. Да, плюс поддержка войны нас устроит. И, наверное, можно было бы сделать цензуру, чтобы еще поддержку партии повысить. Тоже на стабильность скажется. Или, да, удачи войскам с этого вот тирана пробивать нас в горах. Единственное, вот здесь вот не очень у нас идеальная ситуация, но как бы тут есть куда вступать, я не думаю, что враг сможет. Хотя аэродром буквально в провинции следующий, так что надо с этим быть аккуратно, конечно. Вообще я понимаю, что у нас надо покрывать бы еще и хотя бы вот так вот этот регион, потому что, обязательно говоря, здесь тоже имеется русский вискай, и нам хотя бы защиту им, а именно прорыв снижать тоже стоит. Ну и да, пока все прекрасно. Качаем опыт. Так сказать, расходуем вражеские ресурсы. Идем войну на истощение. Мы, думаю, в ней победим. Я только что понял, что я как-то немножко, видимо, не предусмотрел вот это. Надо было сделать вот так. Что-то, видимо, я не досмотрел. Это плохая для нас новость, но не смертельная. Я могу сделать все еще вот так, и вроде как туда никто и не идет. Вроде бы. Здесь разноцик усиливается, впрочем, мы все еще, да, его переживаем. И да, у нас успешно здесь доходит дивизия. Единственное, я вижу, что нас начнут это сюда выбивать, но так как у нас все получилось, я бы сказал, новая вот эта вот какая-то линия обороны, давайте ее и придерживаться. Более того, я бы, наверное, сделал даже как-то вот так, наверное. Так только, да. Вот так. В принципе, почему нет? И да, нас начнут еще вот здесь вот. Они не могут здесь атаковать. Это какая-то, блин, видимо, бота сломана как-то или что-то такое. В общем, нас заставят сюда в один момент отступить, что грустно. Но дальше будет должно, в теории, по крайней мере, должно быть еще лучше по сравнению, потому что сейчас, видите, у нас вот сюда оно особо и не проходит. Просто до этого проходило. Видимо, вот, не знаю, по-другому как-то нашло. Я база, сложно сказать, но, по-моему, вроде как на этой провинции, поэтому давайте отсюда отойдем и постараемся уже сразу укрепиться на провинции, за так же горной, но со снабжением. Так, Аташи нет. И создаемся на основе своей пехоты механизированной дивизии. Будем потихоньку начинать и их учащать. А, подожди, я уже... Окей, я давно без реальной дивизии, просто дубликат сделал. Давайте вот так. Пополнение, конечно же, в первую очередь надо нам укрепить фронт. Мы, конечно же, вот, скорее всего, здесь подержались, но хочется все-таки держаться там, где есть снабжение, без дебафов. Не нести лишние потери. Смотрите, с еще большим натиском на нас идут. И красная, но мне кажется, это фейковая информация, потому что у них, да, много войск. На самом деле все зеленое. Хотя, хотя, вот здесь я вам скажу, не фейковая информация, меня здесь реально пробили. Но я, по-моему, да, смогу вернуть эту провинцию. Прекрасно. И обратно меня не выбьет. Но факт, факт есть. Опасно. Здесь, да, мы отступили, у нас есть снабжение, мы укрепимся, все будет прекрасно. Авиабаза эта нам здесь отлично помогает. Истребителей все еще не очень хватает. Они, особенно, когда вот так вот фокусируются на каком-то одном регионе, тогда, да, есть проблемы. Хотя, смотрите, мы, конечно, размениваемся просто шикарно. Еще надо взять себе вот этот бав дополнительный. И скоро мы пойдем себе вот в это. Получим военобязанное население. Это будет нам очень полезно. Перед этим можно было бы еще взять себе плюс бои в горной местности. Это, как говорится, бав уже сразу. Но я думаю, нам все-таки нужны ильские ресурсы. У нас они кончаются, так или иначе, потихоньку. Да, мы несем потери, хоть и не такие огромные, как наш противник. И, кстати говоря, тут вингбарты тоже начинают войны. В один момент и они тоже присоединятся к этому всему прекрасному чуду. Но до тех пор мы должны сами на себя рассчитывать. И, в принципе, да. Ресурсы рано или поздно закончатся. Они уже истощаются. Войска истощаются. Нам было бы очень прекрасно внедриться в армию, чтобы видеть, что там по армии. Поэтому, я думаю, стоит, наверное, понять вот этого советника, либо наверное, вот этого все-таки советника и поставить себе оперативник и начать с этих оперативников использовать. Потому что К2 это не очень достаточно. Еще здесь у нашей авиабазы не хватает снабжения. Что будет, если построить здесь пункт снабжения? Это три месяца. Это, честно говоря, долго. Проще, я думаю, построить новую авиабазу, как ни странно, потому что авиабаза строится, да, намного быстрее. И каждая война бы шла примерно вот так. Други у тебя потихоньку убиваются, а ты только становишься в это время сильнее и только наращиваешь свою мощь. К сожалению, так не всегда, но вполне себе в этой игре именно так. Да, мы уже совсем скоро увидим что-то у них по войскам, но по людям мы уже точно видим, что они закончились. И пони тоже закончились. Людей, в принципе, наверное, там сразу и не было. И да, закончилась война на Западе. Ченнинги победили, остался Сталинград и Гористральный перья. Они, кстати говоря, смотрите, смогли отбить все территории тут. Но я думаю, это ненадолго. И смотрите, конечно, случается. Форсированная атака в горы случается. Хотя, как-то, не знаю, нажали вот здесь вот атакуют здесь, так лист я победила там. Но все равно. Где-то, я думаю, все равно не успели повоевать. И да, потери просто колоссальные. Интересно еще по снаряжению. там идут битвы, но в целом вроде проблем нет нигде. Давайте посмотрим по снаряжению. Мы захватываем пыль, логично, но теряют они, самое главное, мы же теряем сами пыль. И вот что по этим битвам, да, кажется, как будто цвет красный, но цвет настроения зеленый у нас, потому что все-таки выдерживаем. Хотя, видите, вот сюда они очень-очень нападают в трех тайлах одновременно, из-за этого, конечно, периодически пробивают. И я замечу, бот нажимает временные мосты. Трештируем так, это, конечно, он нажимает через речку молодец, конечно, он боеспасную всю свою взведет. Но вот то, что он нажимает мосты, это очень похвально, я бы сказал. Тут, на всякий случай, укрепили, да, и теперь точно держимся мы. Прекрасно, еще и агента захватили, тоже отлично. Здесь, я так полагаю, тоже красная, только временная, на самом деле, на самом деле весь фронт стоит. И на нашем фронте без перемен, мы только потихоньку можем добавлять сюда все истребители. Авиабаза, это готово. Будем сейчас сформировать нашу воздушную армию. И как у нас будут появляться штурмовики, а они уже есть, можно уже вот сюда, пожилую, что-нибудь забросить. И штурмовики будут начинать наносить урон. Прекрасно. А еще, я думаю, почему бы не построить вот здесь вот какой-нибудь радар. В целом идея неплохая. Мы сейчас докачаем вот эти вот техи, тут получим асов. И потом будем радар качать дальше. Думаю, вот, наверное, вот в этом слоте, чтобы дальше его, собственно говоря, улучшать. Радар очень сильно влияет на потери вражеские максимально, так сказать, получаемые. Так что, да. Единственный бафчик я, наверное, все-таки сюда заюзаю, потому что все-таки хочется взрошить с плюсом исследования сами темпы исследований. Очередная атака всем, что есть. Очередное поражение, а мы уже искупление смерти открыли, и теперь будем получать себе кучу военнообязанного населения. Армия наша будет только расти. Я думаю, на фоне этого можно либо закачать здесь что-то, хотя, кстати, вот что мне надо, создать радар либо тяжелые танки. И, кстати, вот как раз таки, да, наверное, сюда мы и пойдем. танки пока что нам не подходят, так что да. И получим еще одну чайку исследований, может и начнем как раз танки качать. Прекрасно, что он стоит, смотрите, фельдмаршал стал 4-го левела, 7 атаки, и теперь он тоже эксперт по пехоте, то есть у нас сейчас все стали экспертами в пехоте, фельдмаршал стал экспертом, куча у всех атаки, потому что у нас попалось много атаки, можно еще взять себе плюс прорыв, наверное, это лучшее из того, что мы можем здесь взять, и, кстати, вот это тоже стоит взять, и да, мы скоро будем готовы контур атаковать, мы уже можем, но с большими потерями, скорее всего, хочется все-таки сэкономить свои ресурсы. Ох, вот они, мои любимые форсированные танки танками в гору. Как же без них? Ишка без них, конечно же, жить не может. Если бы он, кстати говоря, попробовал танками куда-то сюда прорываться, может быть, он бы и пробился, как и вообще вот сюда. Все-таки здесь мы уязвиме всего, теоретически. На практике же бот может отдавать такое основное направление автоматически, он только с него как бы и нападает, он не пытается никак этот фронт развивать. А вот, и наши механизированные соединения потихонечку готовятся увидеть свет, я бы сказал, заполняются уже и обучаются. Прекрасно. И единственное, я решил, что мне осталось сделать уже приказы с планированием, чтобы, ну, готовить, собственно говоря, эту самую контратаку, если что, я когда увидел, что у нас все отлично, можем начинать сначала, либо сразу. Потому что это еще, конечно, займет какое-то время. И смотрите-ка, Эмбарди не смогла победить, стала марионеткой Фригезии Сикамиона. Невероятная сторона, первый раз вижу. Забавно. Эмбарди процедила, но я проиграл, Муссолини, Беколини просто проиграл. А еще мы, пожалуй, выдадим специалозом магическое снаряжение, чтобы у меня горняки тоже были с магическими винтовками. Это не так дорого, но да, это того стоит, это нам нужно. И вот, мы вообще приходим к тому, что нам, как-то уже начинает их дать именно механа. А снаряжение нам оружия хватает более чем на все что угодно. Так что да, я чувствую, наступление уже буквально, как говорится, вот-вот. Как же у нас много расходует, конечно, армия и авиация. Топливо, это просто жесть. Без постоянного импорта мы, в принципе, не потянем себе такое. И пришлось мне немножко закрыть торговлю, чтобы поменьше у нас вытекало наших ресурсов и стало получше. Плюс потихоньку вот эти войска тоже заканчивают свои тренировки. И в один момент, я думаю, вполне себе именно механом мы будем стараться атаковать. Конечно, у механа самое главное в чем преимущество, это, конечно же, защита. Она выше примерно в два раза. Но и прорыв тоже выше. И самое главное, прочность намного-намного больше. Соответственно, принесут потери, а не поменьше. И у них хардность очень большой, то есть они получают именно противотанковую атаку по большей части. В отличие от пехоты, которая, очевидно, получает противотанковую атаку. И я сомневаюсь, что в этих дивизиях есть достаточно, в принципе, противотанковую атаку. ПТО это максимум. Так что потери нести должны, ну, прям, очень низкие. Единственное, мне, наверное, стоит, наверное, делать как-то вот так. Додать все еще такие немножко атаки. Ну и после этого, я думаю, да, эта армия будет готова. Давайте только ее дообучаем. И будем наверное пробовать, знаете, как наступать. Вот западу на восток отрезаю, наверное, самое главное это сеть снабжения, потому что как только мы буквально захватим вот эти вот несколько пунктов снабжения, вся эта сеть обрушится, потому что все идет через это. и там уже можно будет идти до востока, хотя тут уже снабжения точно у них не будет. Повернулся пурпурная чума, это, конечно, отвратительно, но нам-то что? Нам-то что? Хотят заниматься своими страшными вещами, пускай занимаются. У нас здесь своя война, нам тут самим выпустить какую-нибудь чуму на противников, но нет, мы, конечно же, не такие варвары, как наши противники. Ну, у нас просто кнопки такого нету. Так вот, готовы ли мы наступать? Спрашиваю я себя, и ответ на этот вопрос я считаю уже да. Наша задача, как я и говорил, пробиться примерно так. Как-то вот так. Пускай войска отправляются, набирают уже планирование. После чего начнется наша операция, мы заманили его вглубь к себе врага, истощили его просто невероятно. То люди, что винтовки, ничего больше, я думаю, в этой армии уже нету. Тут уже все под ружье идут в какой-то попытке архонта дьявольского сломить, сломить республиканское сопротивление. Он потерял всю свою армию, теряет все свое население и все еще проигрывает. Очевидно. А мы в это время уже начинаем собрать парламент, потому что становится очевидно, что война близка к завершению. Мы можем планировать, что там будет дальше. И классика пестре. У меня минус 208 процентов планирования в этом регионе. игра сказала увы. А я говорю увы своему противнику. И начинаю контрнаступление. И как я вижу, да, мы можем переломать противника, плюс мы теперь еще давайте его взломаем. Я бы, знаете, подзамедлил вот эти наступления, но не замедлял бы вот это. Плюс я бы, конечно, еще желательно подконтролил бы руками. Вот здесь вот окружение бы сделал. да, получается прекрасно. После чего наш механ должен двигаться как раз-таки на восток. Обрезать все снабжение. Вот примерно досюда, да. И здесь можно возобновлять наступление, чтобы линия фронта также двигалась за нашим механом. И не сильно пехота отставала от продвижения наших механизированных войск, потому что она, как видите, очень даже может. Кстати говоря, сразу очень быстро прокачивается наш генерал до третьего уровня. Получает он теперь еще механизированную оборону. Прекрасный перк. Наверное, теперь наши войска просто здесь что-то неуязвимы. И да, я думаю, пора нажать третью агрессивность и просто выдавить эту имперскую погонь с наших территорий. Грифония будет свободна и внезапно демократична. Потому что мы уже сказали, что да, наш Александр Кемерский младший лишь временный диктатор. Он сложит себя полномочия, как только эта война будет закончена. И получается здесь такой нехилый кулачок войск империи окруженным, что для нас не может быть непрекрасным. Единственное, приходится, наверное, повысить службу, потому что они в нашей армии ну совсем уже заканчиваются, а самое главное гарнизоны нас немножко отпадают. Просто смотрите на этот марш механизированный. Наши войска просто вгрызаются в территории противника, занимая территорию за территорией, окружая армию за армией. Боиспособных соединений у империи Грифона практически не осталось, а те, что были, в принципе, умерли, наверное, в первых нескольких волнах нападения на наши подготовленные оборонительные линии. Более того, мы уже можем спрессу свою немножко освобождать. Так сказать, теперь садик газеты будут не только в тюрьмах. В принципе, неплохое, я думаю, разрешение. И да, тут тоже подходит, штурму таких основных городов. Скоро Гриффенхейм пойдет, тут уже поиска обороняться ему не осталось. Какая общая дивизия осталась? 20 дивизий всего. Вся армия, фух, уже скоро 3,5 миллиона, просто погибла. И вот она, может нам перенести стрессу сюда? Обязательно перенесем. Только официально сложат приполномочия последние какие-то органы власти, там разглашенные этой империи. И вот она, последние дни, последние дни, последние несколько процентов еще держатся, но сопротивления уже как такового нету. Мы просто добиваем остатки, я бы сказал, партизан уже. Мы, в принципе, уже официально, наверное, какие-то свои управленческие органы переносим в настоящую столицу. и готовимся принимать власть. Да. Вот и оно. Республика грифонов восстановлена. Тиран свергнут. Да. Вот оно, Хаукленд. Разберемся. А с вами был Лобгай. Я думаю, у нас еще и здесь некоторые противники. Так что мы увидимся в следующей серии. Если вы вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Лайк и комментарий, ты же, дискрутбуст. Все, ребята, в описании. До скорых встреч. Всем пока.